В этом году на 85% снизился объем продаж онлайн-билетов на культурно-развлекательные мероприятия. Кинотеатры и театры почти 8 месяцев не принимали зрителей за пандемию, а концерты до сих пор остаются под строгим запретом. И поэтому перед распространителями билетов стояла задача вернуть деньги за отмененные мероприятия. Только в одной компании Тикитон возврату подлежало более 80 тысяч билетов. В марте после объявления карантина в Казахстане были отменены сразу 500 мероприятий и тут же приостановили продажи билетов. А тем, кто купил их заранее через онлайн-кассу, обещали вернуть деньги. Полностью рассчитался со своими клиентами один из крупнейших онлайн-сервисов Тикитон. Несмотря на то, что большая часть сумм уже была перечислена организатором мероприятий, он не только погасил долг, но и подарил еще бонусы 30% от суммы билета. Их можно использовать при следующих покупках на сайте Тикитона. В течение нескольких месяцев мы испытывали сложности в части переговоров с нашими организаторами для того, чтобы вернуть деньги с рынка и вернуть их клиентам в свою очередь. Мы, как клиент-ориентированная компания, должны возместить самостоятельно средства. И в настоящий момент путем займа кредитов, а также путем внесения личных средств от акционеров, мы покрыли фактически 100% всей задолженности перед нашими клиентами по всему Казахстану. В прошлом году компания продавала до 15 тысяч билетов в день. Сейчас всего 2 тысячи. Основные клиенты – алматинцы и жители столицы. Сейчас, спустя два месяца работы, мы видим, что в кинотеатры люди перестали ходить с тем же большим, скажем так, рвением, как было раньше. В театры все-таки клиенты достаточно активно ходят, потому что, видимо, соскучились по живому выступлению артистов на сцене. По словам специалистов, чтобы рынок полностью восстановился, нужно как минимум полгода. И то при условии, что залы будут полными. Асим Кощегулова, сержант Жумабаев. Итоги дня. Алматы.